Вот все наши границы. Будем отбиваться, не отдадим им свои поля. Подготовка к посевной кампании 2022 года в совхозе имени Ленина продолжается. Ранее на нашем канале мы публиковали сюжет о том, как проходит технический осмотр тяжелой сельскохозяйственной техники перед выходом в поля. Сегодня мы расскажем о подготовительных работах растеневоческого цеха. Зрителям, особенно не живущим в сельской местности, интересно будет узнать, как начинается рождение, например, кочана капусты. Из какого маленького семечки под воздействием совместного труда человека и природы вырастает кочан капусты, которые мы покупаем в магазине. К сожалению, посевной материал используется импортный, а санкции из-за военной операции в Украине стали чувствительным образом влиять и на отечественного сельхозпроизводителя. ЗАО совхоза имени Ленина не исключение. Есть проблемы, проблемы связанные с запасными частями, проблемы с тем, что техника, к сожалению, мы думали, мы радовались, что она у нас импортная, а теперь она при отсутствии запасных частей встанет просто. Хотя в этом году удалось произвести закупки всего необходимого, возможно, в полной мере мы еще не ощутили дефицит средств защиты растений и посевного материала. А пока погода еще не устоялась, теплицы совхоза согревают саженцы и готовят их к последующей посадке. Посмотрите, как это происходит в реальности. Посев капусту у нас начинается с набивки кассет торфяным субстратом. Набиваем кассеты, вот ровненько, чтобы каждая ячеечка была заполнена, чтобы все хорошо было. Потом эти кассеты мы выносим на посев к машинке. Здесь у нас происходит посев капуста. Используем 228 кассеты. Зеленые гранулы — это семена капусты у нас, гранулированные, с удобрением обработанные. Это импортные семена. Машина высевает за счет создания вакуума. Здесь создается вакуум, семена засасываются в инжекторы. Присасывают семена и в каждую ячеечку по одному семечку удается. Но бывает, что по два, по три семью. И здесь мы производим ревизию. Девочки у нас вот укладывают по одному. Где не хватает, добавляют. Две-три убирают, оставляют одну. Здесь мы используем вермикулит. Засыпаем, чтобы у нас сохранялась влага. Потом вот эти кассеты мы перевозим на полив сюда. Плавненько, чтобы каждая кассета была намочена. Дальше отсюда мы кассеты переносим в камеру прорастания. Вот смотрите, у нас здесь камера прорастания происходит. Сутки стоят семена вот здесь в камере. Появляется семечка, открывается, первый росточек. И на следующие сутки мы выносим уже в теплицу. Подается вода. И стоят обогреватели. Создается температура порядка 30 градусов. С влажностью от 80 до 90 процентов. И потом это все святая святых уже в теплицу, где мы сутки наблюдаем. И уже выставляем вот святая святых, наша теплица. Вот у нас появляются первые сходы. Вот у нас появились сходы. Первые семидольные листочки. Здесь стоит система орошения, через которую мы поливаем. В зависимости от влажности смотрим в день. Можем через день, можем каждый день. И через этот же полив производим подкормку. В одной кассете 228 ячеек. В этой теплице где-то полторы тысячи кассет. Температура, когда выставляем, держим порядка 20-22 в день. Ночью опускаем до 15 градусов. Она будет находиться где-то 45 дней. В начале мая планируем посадку. Около 9 тысяч кассет будет готово. В основном иностранное оборудование используем. Я насыпаю просто, чтобы время не терять. Просто из пакетиков время много занимает. Заранее готовлю семена. Две с половиной тысячи семянки. У каждой фирмы своя краска. У кого-то бывает сиреневый, у кого-то зеленый. Это уже оболочка. Семена обрабатывают туда уже от вредителей, добавляют и все прочее. Делают оболочку. И каждая фирма в свою краску красит. Мы уже где-то числа 3-5 мая должны выйти в поле, надеемся. И рассада должна уже к этому подойти. Несмотря на все тяжелые условия, в которых мы сейчас находим, я имею в виду наше хозяйство, мы с оптимизмом смотрим вперед. Мы готовимся к посевной. Мы надеемся, что мы ее проведем, и все будет как всегда, все будет хорошо. В плане у нас где-то 50 гектар капусты. Вот. Если, может, 52 получится, на сколько рассады хватит. Короче, 2 миллиона рассады мы выращиваем. И все это выращиваем в наших пленочных теплицах, в кассеты. Кассетная технология. Под эти кассеты у нас есть рассада посадочной машины капустная, потому что вручную столько не посадишь. Поэтому все это один из технологических приемов выращивания рассады. Не только для собственных нужд наше предприятие производит рассаду. Чтобы облегчить жизнь дачников, сельхозпредприятие Павла Грудинина выращивает рассаду и для продажи. Огромный опыт и профессиональный подход к работе позволяет отбирать только самые лучшие элитные семена разных сортов. Адрес магазина питомника вы найдете в описании к этому видео. Здесь мы выращиваем рассаду для того, чтобы отправить в питомник. Оттуда уже люди могут купить. Там у нас и саженцы, и томаты будут, баклажаны, перец, капуста на рассаду. Ранние, средние, как бы брокколи, все сорта капуста. Стаканчики. Девочки еще делают такие как бы дырочки, отверстия. Все, раскладывают и пикируют рассаду. Дальше все выставляем по сортам. Вот у нас все подписано. Все, сорта. Рассады очень много у нас разных сортов. 15 сортов только томатов. Два сорта у нас баклажан. Три сорта перца. Это первый сия. У нас еще как бы идет, чтобы не вся рассада сразу подошла. У нас первый сия, второй и третий. Чтобы не вся вытянулась рассада. Сорта все для нашей зоны. Так что у нас есть и которые, например, людям нужна и консервация, и покушать на салат. Здесь поливаем рассаду. Подкармливаем тоже. Через 10 дней мы подкармливаем рассаду. Люди уже просто купят рассаду, вытащат из горшочка и посадят к себе на участок. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Сафос. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях. Поддерживайте нашу деятельность финансовыми пожертвованиями. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok